Звучит музыка И все-таки, давай для тех, кто вдруг каким-то образом до сих пор не в курсе, что же такое фестиваль «Гармония сердец»? Фестиваль «Гармония сердец» это фестиваль для детей из детских домов и интернатных учреждений города Запорожья, Запорожской области. Дети показывают талант не сами, а вместе с нашими запорожскими артистами. У нас на протяжении трех месяцев шла подготовка, репетиция, кастингов, где известный артист приезжал к детям и вместе с ним репетировали, ставили номер как раз на фестиваль. Цель данного фестиваля – раскрыть талант у детей, дать возможность им поверить в него. Рука помощи уже более состоявшегося артиста к ребенку, который только верит в то, чтобы выйти на большую сцену. Как вообще появилась такая идея? Ну, фестивалей, да, подобного рода много на самом деле, но вот именно в таком формате, когда с ребенком выступает уже состоявшийся артист, ну, я, честно говоря, не припомню. Кто автор этой идеи? Автор мы, волонтерская группа «Энджелс», мы как бы и так на протяжении года ездим в детские дома и в интернаты, проводим дискотеки, концерты, мастер-классы, спектакли, новогодние сказки, привозим знаменитых людей. И как-то так вот на одной дискотеке родилась идея сделать фестиваль для всех детей, к которым мы ездим в детские дома и интернаты. Он, конечно, прошел в ДК Кирова, это был 2013 год, я сейчас смотрю по записи. Ну, конечно, так все прошло на таком деликатном уровне, но мы начали развиваться, стараться и делать его на действительно хороший масштабный уровень, как бы превозносить. Ну, фестиваль действительно громкий, о нем уже многие знают, многие его ждут. Скажите, как проходит отбор? Вот как, ну, если со звездами понятно, да, то есть этого мы коснемся чуть позже, а вот как вы деток отбираете? Ну, мы ездим в те интернаты, которые посещаем, а это в городе Запорожье все интернаты. В феврале мы проводили кастинги, приезжали с ребятами, с волонтерами, просматривали их творческие номера. И уже из этих номеров отбирали детей, которых мы видим, эту нужду принять, как бы, участие в данном фестивале. Ту потребность, как бы, старались выбрать детей немножко закомплексованных, чтобы немножко их раскрыть. Хорошо, ну, с детьми опять же понятно, да, а вот кому тяжелее? Деткам или же взрослым артистам? Ну, одно дело выйти выступить самому, это понятно, да, это просто, люди профессионалы это умеют, но здесь же двойная ответственность, как по мне. Ну, как бы, сопереживают и ребенок, и артист, но желание и работать, что и у ребенка, и у артиста тоже. Потому что, когда артисты приезжают к детям, они тоже получают что-то новое, что-то интересное, потому что дети непредсказуемые. И всегда во время репетиции рождаются какие-то новые идеи. У меня, честно говоря, у меня такое ощущение, что я бы, наверное, не смог бы. У меня была бы такая ответственность, я бы переживал бы нисколько за себя, вот за своего напарника. Это очень-очень сложно. А были ли такие случаи, когда кто-то вот приходил из наших, ну, скажем так, да, из местных запорожских звезд, попробовал, а потом сказал, нет, я не смогу? Ну, так бы, чтобы сказать, что я не смогу, не было. Было такое, что репетировали, а потом появился контракт в Китай, и уезжали работать в Китай. Мы на протяжении двух недель до фестиваля искали замену, был у нас такой случай. А так всем артистам очень даже интересно применять участие в этом фестивале. И даже многие уже еще осенью спрашивали, вы будете готовить? Мы уже ждем, давайте. А сколько участников в этом году будет? Сколько номеров мы увидим? Будет 10 интернатов, всего 19 номеров будут представлены на фестивале. Плюс еще привет киевские артисты, это финалист, не то что финалист, а победитель проекта «Х-фактор 6» Костя Бочаров, ведущий Вячеслав Соломко. Они будут тоже вести свой номер с детьми, и Костя будет выступать с детьми. В каждом номере будет артист плюс ребенок. Ну, шоу масштабное, 19 номеров, это будет долго. И не простых номеров, потому что каждый номер мы продумывали, просматривали, готовили реквизит, свет, где дым. Своя драматургия есть в каждом номере, техническая поддержка. Как бы каждый номер будет по-своему интересен. Плюс у нас в этом году новый жанр, у нас будет КВН, у нас будет команда «Заиньки» вместе с ребенком из интерната, номер 7, и новый жанр «Театр теней». Ух ты, интересно, и «Театр теней» тоже будут показывать дети? Да. А представители, скажем так, звездные части, кто будет представлять? Михаил Е. Расимчук, он будет исполнять песню, а дети смысловую часть этой песни будут показывать на большом экране. Очень интересно, кто в жюри в этом году? В жюри нет, у нас нет такого, чтобы кто лучше, кто хуже, все дети получат дипломы, подарки и хорошее настроение. Мы не хотим кого-то выделить и сказать, что ты лучше, а ты хуже. Тут у нас основной месседж — это праздник, праздник, который дети запомнят на всю свою оставшуюся жизнь. Как звезды вообще реагируют на приглашение принять участие в таком фестивале? Мы говорим сейчас не о наших запорожских звездочках, а о всеукраинском масштабе. Вот, допустим, Костя Бочаров, Вячеслав Соломко. Так как Костя Бочаров в последнее время стал очень популярен после проекта «Х-фактор», и когда я обратился, то менеджмент артиста сразу дали добро, потому что им тоже, как оказалось, интересно принять в этом фестивале участие. И после того, когда мы сказали детям, что у нас будет специальный гость Костя Бочаров, девчонки из детского дома-интерната, все его ждут, уже готовят, получат автограф, фотографироваться. Вячеслав Соломко тоже как бы сразу дал добро, но он еще уточнял, кто же у нас был до этого. Я говорю, ну в прошлом году у нас была ведущая Леся Никитюк, все ее знают по программе «Орел и Решка». Он такой, Леся, она тоже вела с ребенком, я говорю, да, он такой, ну конечно, я буду, как бы уже есть на что равняться. Ну я думаю, для него это тоже будет очень-очень интересный опыт. А чем еще планируете удивлять? Вот помимо самого шоу, самой концертной программы, будут ли еще какие-то активности, либо какие-то сюрпризы в ходе самой программы? Конечно, ну в 13.00 будет интермедиа в зале, где будет и разные творческие мастер-классы, и фотозоны, и аквагримы, будут выступать запроски танцевальной коллективы, и цирки, шоу мыльных пузырей, чтобы все зрители, которые придут, иногда где-то на 30-40 минут еще подняли себе настроение. Такая интерактивная программа будет. А потом уже в два часа уже на большой сцене будут показаны все номера, которые готовили на протяжении трех месяцев. Помимо заявленных гостей, будет ли еще что-то на сцене? Будет еще загадочный гость, который тоже все ждут, все спрашивают, но, к сожалению, мы не можем раскрыть все это. Но тонны загадочные, да? Все узнают, кто же это уже 22-го числа. Ну, артист-то очень интересный, очень харизматичный, все его знают, все его любят, и я думаю, это будет большой сюрприз для многих детей, которые будут в зале. Что с посещаемостью? Можно ли достать билет еще на это шоу? Ну, к сожалению или к радостью, но в этом году у нас такой ажиотаж, что всех пригласительных уже были получены. Плюс у нас как? У нас 70% зала – это дети из детских домов и интернатов, а 30% – это запроски зрителей. Ну, за первую неделю, когда они появились, сразу как бы все их взяли. Ну, это значит, есть о чем подумать, может быть, в будущем нужно уже… Вот вопрос о расширении, да. Расширятие места. Вообще, мне такая мечта, чтобы сделать это не в ДК, где-то на улице, на каскаде «Радуга», поставить огромную сцену с хорошим звуком, светом и провести такое. И чтобы все желающие города Запорожья не только пришли и увидели, какие у нас есть талантливые дети в детских домах и интернатах. Ну, плюс еще хочу сказать, что в фестивале такая диковинка, и мы уже не первый год замечаем, что у нас участвуют дети, у которых нет семей, которые без родителей. Вот в прошлом году у нас двое мальчиков после фестиваля попали в семью. Два года назад девочка, которая принимала участие, тоже обрела семью сразу же после фестиваля. Поэтому мы очень рады, что мы даем не только развитие таланта, но плюс они получают тот дом, который ждут. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был Юрий Вдовцов, руководитель волонтерской группы «Энджелс», один из организаторов фестиваля «Гармония Сэрдэйтс». Ну что ж, о том, как прошел фестиваль, смотрите уже на следующей неделе в новостях ТВ-5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова